Всем привет, мои дорогие! Рада вас видеть на своем канале Нафиса Уфа. Сегодня у меня пустые баночки. Пустые баночки будут, наверное, зимы, потому что то, что я вам покажу, огромное количество пустышек, я с семьей, мы не могли просто использовать за месяц январь. Пускай будет декабрь, январь и февраль. Хотела я снять обзор 1 февраля, потому что я обычно так снимаю, да, который проходит месяц, но очень многие девочки, мальчики знают, по какой причине у меня не было таких обзоров. Будут в двух частях. Сегодня фикс прайс, очень много пустышек из магазина фикс прайс, и сегодня еще будут другие пустышки. Начну я с своего любимого пемеса. У меня сегодня их два вида, синенький и красненький, так назовем. Вот очень жалко, что исчезли они из магазина фикс прайс. Эти жидкие мне гели очень нравятся. Действительно, девочки, они намного-намного лучше, чем за 55 рублей. Намного лучше, чем еще фиолетовые упаковки. К сожалению, он мне не понравился. Но я слышала, что к радости появился... Я тут немножко шуршу, у меня пустышки готовлю. Появился пемес концентрированный, но объемом меньше. Но надеемся, что он будет очень хорошим, полезным также и многим полюбится. Действительно, если концентрированный, получается он намного гуще, и поэтому... Ну и объемом меньше, раз обещает нам 40% концентрации. Надеюсь, надеюсь, я жду. Обязательно буду покупать, тестировать и вам рассказывать. Девочки, пишите. Я знаю, что очень многие, но есть кому не подошли или кому-то не понравились эти жидкие стиральные порошки. Очень нравятся девочки. Поэтому они у меня всегда были. Наверное, в каждой пустышке. Плюс очень удобная упаковка и по жидкости, да, по текстуре и по аромату. Мне очень нравятся, особенно для черных вещей. Да, очень много сказалось. Следующие будут вот такие вот салфетки. Вот. Первый удобный тем, что просто удобно отсюда доставать. Оставляете одну штучку и просто доставать супер. Хватает для нашей семьи очень надолго. У нас еще есть, поставили уже в использовании. Муж сказал, чтобы я покупал такие салфетки. Ему очень тоже очень понравились. Поэтому мнение мужчин тоже иногда очень-очень важно. И оказывается, у меня есть зрители не только девочки, но и мальчики оказались в покупках фикс-прайс. Очень нравится. Я знаю, что тоже 50 на 50. Потому что никогда не спорю, девочки, все индивидуально. У кого-то какой-то вкус. Следующее, не буду хвалить, это вот такое вот молочко для интимной гигиены. Календула, пантенол, масло, чайного дерева. Деликатный уход. Дозатор нормальный, ничего не скажу. Дозатор хорошо работает. Объем 365 мл. Так, давайте состав, кому будет интересно. Что хочу сказать? Муж сказал, больше не покупать. Но вроде фикс-прайса нету. Так что пишите в комментариях, есть ли фикс-прайса в продаже такие средства для интимной гигиены. Во-первых, он по аромату неприятный. Во-вторых, жижообразная текстура. Даже вот при нажатии вообще непонятно, пока вы дойдете до использования. Эта жижа может куда-нибудь, знаете, подпрыгнуть. И, в общем, и пены не очень-то. Ну, все, девочки. Вот я не знаю даже, как, что применить, как сказать. И в применении, и по текстуре, и по пенообразованию, и по аромату нашей семье не понравился. Но, но, никаких аллергических реакций, это плюс. Ну, и девочки, у нас, мальчики, привычка всегда все до конца использовать. Только потом все выкидывать. Потому что, тем более, главное, что никаких плохих реакций. А так, девочки, ну, не знаю я. Вот эта жижообразная текстура, которая капает на ладонь, и таким же почти остается, не понравилась. Следующая пустышка, которую я буду хвалить, и хвалила, это гель-мус для умывания. Зеленый чай и мята. Есть с разными ароматами, увлажнение, свежесть кожи. Обалденные, вот, девочки, слово такое, да? Классные, потрясающие средства, бюджетные, самые лучшие, с потрясающим ароматом, с классной текстурой. Отлично пенится, в глаза хоть попадет никакого, знаете, никакой реакции. Особенно, вот, я много раз повторяюсь, у меня чувствительные глаза, удобный, удобный дозатор, шикарный. Я очень люблю такие вот широкие дозаторы, очень удобные. Если будет, обязательно куплю. Главное, что такая прозрачная, без красителей, ну, очень густая текстура, приятный аромат, классные, классные средства. Действительно увлажняет и ухаживает. И хорошо снимает остатки макияжа. Рекомендую однозначно. Следующее, я знаю, что не всем понравился, но мне очень подошли и очень понравились. Это биогелевые подушечки. Они стоили по 99 рублей и в упаковке две пары в комплекте. Вот, от морщин для зоны вокруг глаз, разглаживание морщины, гусиной лапки и замедляет процесс старения. Не знаю, конечно, замедляет он, не замедляет старения, да, но очень хорошо снимает отеки. Я была, знаете, согласна держать и 30, и 40, и 50, даже один час. Идеально отбеливает вокруг глаз, снимает отеки. Никаких покраснений, никаких аллергических реакций. Шикарный. Ну, конечно, цена 99 рублей. Получается, сколько? Одна штучка получается. Почти 50 рублей, да? 49. Да, получается вот 49 рублей. Хотя, знаете, у нас в магазине, в супермаркете Every Day, вот так поштучно продаются, стоит больше 50 рублей. И моя мечта купить корейские, где очень много-много этих штучек. Очень хочу, действительно, очень хорошо помогают. Я была согласна держать и дольше. Идеальный, вот, классный. Все, к сожалению, я две упаковки использовала. Следующее тоже мне очень нравится, это освежители воздуха. Появились уже, девочки, я вам показывала, мальчики в покупках, да? Эти новинки еще лучше. Там более, знаете, такой натуральный, естественный, более приятный аромат. Здесь действительно пахнет шоколадом, выпечкой, шоколад, кофе, какао. Иногда это можно прослушать, иногда другой аромат можно слушать. Нравится, очень хорошо работает. Да, действительно, конечно, есть минус, что это вот дезодорирующие аэрозоли. Они не очень хорошо влияют на дыхательные пути. Поэтому моя дочка в туалете, в санитарной комнате любит пользоваться водными спреями от Фабетлик. Ну, а нам нравится. Действительно, очень хорошо справляется с неприятными запахами. Следующее средство я тоже покупала в фикс-прайсе Синергетик. Я не знаю, есть ли в продаже дозатор. Это универсальные средства для плит, сковородок, духовок, шкафов от жира и нагара. И здесь объем, соответственно, 500, 0,5. Давайте посмотрим. Подходит для металлических, стеклокерамических, эмалированных плит, сковородок, противник, кастрюль, шампуров, решеток гриль. Так, девочки, я напротив смотрю, микроволновых, духовых шкафов, шкафов, девочки, каменных столешниц, керамической плиты. Не использовать на поверхностях алюминия, латуни, меди и их сплавов. Вот, пользовалась я очень долго. Идеальные средства от жира и нагара. Вот, идеально все чистят, но единственное, обязательно надо пользоваться, конечно, с перчатками. Если без перчаток, это о ужас. Во-первых, может пойти аллергическая реакция, как у меня. Классные средства. 99 рублей стоило. Хватило, наверное, на год. Идеально все чистят, девочки. Обратите внимание, классные средства, но кислотность, щелочи, конечно, съедающие. Следующие у меня будут салфетки. Салфетки недавняя новинка. Это Аура. Здесь 200 штук. И это салфетки. Можно использовать на даче, в походе, в офисе, в дороге. Не требует использования воды и мыла. Удаляет грязь в любых поверхностях для ухода за животными. Эти вот салфетки, которые и мне не угодили очень. 50 на 50 не угодили тем, что, ну, слишком маленькие. И приходило всегда доставать, ну, штуки 2-3 точно, чтобы можно было бы использовать. Я беру такие салфетки с собой на работу. Почему? Очень удобно их держать на своей тумбочке. И вот эти вот салфетки, они бумажные, да, очень хорошо используют вместо туалетной бумаги. И очищение будет, ну, по-честному, классное и комфортное. Для этих целей здорово. Но если брать с собой куда-то просто, например, если вытирать руки, очищать, да, когда с ребенком гуляете, то, честно скажу, эти салфетки вам для этого не подойдут. Не очень-то. Вот. И не такие уж они и влажные. Следующие салфетки тоже кому-то нравятся, кому-то нет. С мицеллярной водой. Это еще в старом варианте 60 штук. Мне очень подходит. Я очень люблю делать маски на лице. После вот этих косметических процедур у меня всегда рядом лежат такие салфетки. Ну, и иногда, знаете, легкий макияж убирать, остатки макияжа. Можно брать с собой на работу. Легкий макияж очень хорошо снимает. Не знаю, вот у меня очень долго они лежали и не сохнут. Остается очень даже в хорошем, влажным, влажными. Вот. Купила я новинки. Пока начала только использовать. Посмотрим, как будут они служить. Не высохнет ли внутри в упаковке. Следующее средство, которое я повторять не буду, это средства для мытья полов. Для всех типов полов. Линолеум, ламинат, кафель и паркет. Хочу сказать, что иногда, да, вот я типа вижу, не могу прочитать, потому что у меня такая камера, да, в сторону идет экран. И я смотрю совсем со стороны, поэтому иногда не все вижу. Здесь объем полтора литра, без разводов, превосходный уход написано. Чем мне не понравилось? Не понравилось тем, что после мытья пол не блестит. Он выглядит каким-то мутным, хотя я пробовала и поменьше добавлять, и побольше добавлять. И слишком пенится, пенится и мешает для уборки. Слишком, это большая пена, и она не мешает. Но, конечно же, мы доиспользовали, еле-еле, я не знаю, наверное, я пользовалась больше года этим средством. Тут огромное количество, хотела очень надолго. Поэтому между ними я пользовалась и другими средствами для мытья полов. Вот, все. Ну, не знаю я. Может, кому-то нравится, тоже рекомендовать, не рекомендовать, я не буду говорить. Следующие тоже недавние новинки. Это крем для рук персиковый смузи. Увлажняет и разглаживает. Очень большой такой здесь объем. Так, я найду, если этот объем и могу, и не найти. Наверное же, где-то написано. Иногда, знаете, бывает, да, вот впереди вот здесь написан этот объем, но я его просто не вижу. Текстура средняя, и не густая, и не жидкая. Очень приятный такой нейтральный аромат. Даже очень похож на натуральный. У меня теперь в запасе еще есть яблочный. Я знаю, что еще есть вроде мандариновый, который вроде я еще не видела у нас в фикс-прайсе. Действительно, очень хорошо, неплохо увлажняет и разглаживает кожу рук. Но за 50 рублей очень классные кремы для рук. Тоже рекомендую. Следующее тоже рекомендую. Это Венатол. Гель для ног. Рекомендован для ухода за кожей ног с признаками отечности и усталости. Траксирутин. 50 миллилитров. Давайте здесь посмотрим. Вот, и состав. Кому это интересно. Хочу сказать, что действительно очень помогает при отечности и усталости у меня сидящая работа. И когда я прихожу домой, у меня очень-очень устают ноги. Тем более, и варикозные расширения вен, это сидящая работа, малоподвижный образ жизни, очень устают ноги. Хотя и стараешься и туда сходить, и сюда сходить, но все равно. Венатол. Классная вещь, но очень малом количестве. Сейчас у меня в использовании вот такая вот баночка. 90 рублей. Прямо, ох, ядреный, мятный. Классный тоже охлаждающий крем для ног. И следующий фикс-прайс. Последний пока. Это, конечно же, мои любимые ватные виски Коттен. Мне они очень нравятся. Нравятся тем, что они, плюс 20 в подарок написано, что они действительно как будто вокруг прошитые. И это очень удобно. И она не меняет форму. Она не превращается вот при использовании просто в вату или в пух. Очень нравится. Ну, достойно. Я знаю, что очень многие девушки ценят именно вот такие вот ватные виски от Котте из магазина Фикс Прайс. Все, девочки, для тех, кому уже неинтересны. Просто предупреждаю, что уже следующие пустышки у меня будут, но с разнообразных магазинов. И есть то, что присылали мне на обзор. Покупала я в пятерочке. Тоже моя любимая ласка. Жалко, что тоже с фикс-прайса исчезли ласки. Но там белого, конечно, не было. Эффект восстановления 3D. Используем только для стирки форменной одежды. Это белые рубашки, футболки белые физкультурные моей дочери. Ну, вот такие вот белейшие белые вещи. Классно, действительно, сохраняет белизну, чистоту. Ну, знаете, об ароматах я молчу. Все знают, что ароматы у ласки, у любой ласки потрясающие. Нравится. По акции покупать тоже очень выгодно, экономично. Следующие, следующие давайте посмотрим. Хочу сказать, что не понравилось никому, ни мужу, ни детям. Это биомет с кокосом. Я надеялась, что будет приятный с кокосом. Я люблю аромат кокоса, вкус кокоса. Но это непонятная зубная паста. Я не знаю, не освежает полость рта. Непонятная какая-то, я не могу понять, я не могу девочке рассказать. Мы ее даже не добили, потому что это невозможно. Ну, вот, наверное, единственная вещь, которую до конца не смогли добить. Хотя, знаете, уже вроде и нету. Ну, очень такая... Нет, девочки, там он уже не вытаскивается. Непонятная такая текстура и неприятная. Когда вот начинаешь чистить уже, когда зубы, она не распределяется такой пенообразно. Я очень люблю, когда пенообразно, прямо так классно чистить зубы. Ну, не знаю. Ни вкуса, ничего как... В общем, ни по действию не понравилось. Я уже не знаю, что сказать. Покупать больше не будем. Будем, конечно, соответственно, покупать вот такие вот зубные пасты Асплат. Вот такую вот мы нашли находку. Это лечебные травы. Такая зеленая гелеобразная текстура. Приятная. И после, как вы уже чистите зубы, такое ощущение, что вы споласкиваете свои зубы ополаскивателем для полости рта. Мне муж сказал покупать только такую зубную пасту. Девочки, если вы именно, вот мальчики, не пробовали лечебные травы, обязательно попробуйте. Классная, идеальная зубная паста. Прям текстура всем нравится. Нравится даже дочери. И, конечно же, покупаем отбеливание плюс. У нас сейчас в использовании тоже. Ну, по текстуре уже такая, знаете, плотная. Средний такой. Мятный средний. Не такая прям ядерная. Мятная. Нравится сплата. Теперь только покупаем сплат. Вот. Иногда я или заказываю в Фаберлик. Тоже очень хорошие зубные пасты. Следующий. Следующий у меня Нивея. Все знают, что я люблю дезодорант Нивея эффект пудры. Действительно. Хорошо помогает и от пота, и от запаха. Не оставляет, хоть и белый, не оставляет белые следы на одежде. Классные. Надо обязательно купить еще в запасике. Так, следующее. Очень мне нравится краска палет. Я покупаю себе и синий, черный оттенок. Вот. Надо начинать покупать, наверное, две коробки, потому что на длинные волосы не хватает. Мне очень нравится вот это синее переливание на волосах. Это выглядит очень красиво. Достойная краска. Мне очень нравится. Обычно я покупаю по акции по 99 рублей. Нравится мне эта краска. Так, следующее, что я вам покажу. Покажу Вилента. Уже вышел срок годности. Давно уже. Вот. В укромном уголке стояло. Средство для омывания 3 в 1. Глубокое ощущение. Ощущает, матирует, успокаивает и тонизирует. Вот. Это 3 в 1. Маска, скраб и очищающее средство. Вот. Мне он не очень подошел. И у меня пользовался у меня сын. Потому что матирование мне не надо. У меня и так сухая кожа. Поэтому мне это средство не подошло. А так, вообще, красивое оформление. И тоники, лосьон от Вилента мне очень нравятся. Следующая у меня маска для лица с гелем. Увлажнение. Омоложение лифтинга. Здоровый цвет лица. И хочу сказать, как говорят, лекала. Лекала очень хорошая. Но немножко было неудобным то, что рассчитана на эту маску и на декольте. И вот это, где место декольте, эта маска все время слетает. Что я себе перевязала свою шею марлей. Марлей, чтобы там не пропиталось это средство. Вот, и чтобы не упало. У меня вообще и с лица не сползла, и с шеи, и с декольте не упало. А так маска очень хорошо работает, эффективно. Понравилось. Понравилось. Классно. Если я не ошибаюсь, названия-то нет. Эх, девочки. Название-то выкинула. Отрезала. Следующая маска от Комплименты. Девочки, хочу вам рекомендовать Комплименты. Это бюджетная наша серия. Это маска для волос. У меня была серия для волос. Они очень хорошо работают. Это бюджетный и очень достойное средство от Комплимент. Очень хорошо работает. Мне хватило для сухих волос, окрашенных, поврежденных. Прямо мой тип волос. Мне очень подошли. Вот. Следующее то, что я выкидываю, это вот такие вот патчи. Вот такое было обещание у них. 30 штук. Это обычные вот такие вот тоненькие. Прям, знаете, ну, тольше, тольше. Немножко салфеток, наверное, видите? Они уже все высохшие. Я вообще толком не поняла, для чего это. Ну, я выкидываю. Куда их использовать? Я больше тратиться на такие не буду. Лучше я уж куплю гелевые вот эти патчи и буду пользоваться. В общем, девочки, не поняла ни результата вообще. И они не крепятся хорошо. Они высыхают быстро, моментально. В общем, ничего не поняла. Следующее давайте посмотрим. Я покупаю себе всегда обезжириватель. Это для обезжиривания. Ну, после наращивания и окрашивания гель-лаками. Очень нравится мне средство от Капус. Следующее у меня будет немножко то, что мне отправляли на обзор. Это гель для умывания Савенри. Эффективно очищает, освежает кожу. Таким, знаете, зеленым приятным ароматом, гелеобразным зеленым цветом. Тоже классная текстура, классный аромат и классные действия. У нас в семье все четверо мы пользуемся гелями для умывания. Вот привычку пошло. Я покупаю всегда и ставлю. Достойное средство, классное. Следующее у меня от Шоконад. Это будет шампунь и бальзам. Недавно я вам показывала в обзоре. Классные средства. Действительно, как будто моешь волосы, знаете, такой влажной мицеллярной водой. Очень хорошо увлажняет сухие волосы. Есть какой-то эффект восстановления. Действительно, между такими, знаете, шампунями недорогими или там с кератином. Обязательно, обязательно нужно пользоваться вот такой вот косметикой. Это натуральная косметика Шоконад. Мне очень нравится. Так, давайте посмотрим. Если можно будет посмотреть состав. Состав вода дистиллированная. Косметическая основа липодером. Депантенол. Экстракт багульника. Экстракт череды. Витаминный комплекс. Вот, девочки, потому что прозрачное, все не видно. А состав одинаковый. Вот, очень тоже понравилось. И заказ у меня был на два раза. Следующее, это будет немножко не о чем-то в виде, потому что это кокосовое масло. И она вся масла. Вот, в зимний период очень хорошо делать маски на волосы. Такими, знаете, маслами это кокосовое масло. Но, честно скажу, что это не натуральное кокосовое масло, потому что у меня есть натуральное кокосовое масло. Это типа масла. Но, очень хорошо было раз в месяц делать именно вот маски. Одеваешь чепчик, шапочку и сидишь. Ну, мне кажется, волосы принимают какое-то питание и уход. Вот. Но так для себя я бы не заказывала больше. Вот. Следующее, то, что понравилось, это бальзам для волос увлажняющего. Вот, велинея. Тоже очень хорошо работает. Такой состав. Вот. У меня их было две штучки. Очень понравилось моей заловке, что я ей на 1 января собирала подарок и положила этот бальзам один ей на подарок. Вот. Потому что действительно очень хорошо после него растут волосы. Следующее, у меня есть два продуктовых. Хочу порекомендовать. Знают все, многие, что я на диете. Это вот такие вот флаксы. Льняные крекери. Есть они с разным вкусом. Я в этот раз брала с томатом. Без термообработки. Омега-3. Это лен. Вот такие вот пищеночки квадратненькие. Они очень полезные. Обязательно, девочки, в рацион вводить надо лен. Особенно без термообработки. С йогуртом можно оставить немножко в кефире. Это очень-очень полезно. И также я слышала, что очень хорошо влияет на раковые клетки. Ну, на некоторые, на некоторые. Поэтому классные вещицы. Мне очень нравится. Следующее тоже очень люблю носить с собой в сумочке. Это получается тоже очень экономично. На диете нам можно до 7 штук жевательной резинки. Они на подсластителе без сахара. Нам можно. Это у меня вкус клубники. Такой начинкой. Очень вкусный, приятный. Покупала в магазине Галамар. Была очень выгодная цена. Сумочки носить хватает очень надолго. Чем покупать вот такие вот маленькие, которые стоят больше 30 рублей. Ну, получается выгоднее. Вот такие были у меня пустые баночки. Я аж даже в ладошки. В ладошки. Потому что, да, действительно уже этот огромный пакет стоял очень долго. Уже мешает. А охота снять, оставить свой отзыв. Я знаю, что очень многим девочкам... Насчет мальчиков я не знаю. Ни покупки, оказывается, смотрят, что мне писали в комментарии вчера. Вот. Кому-то важно, кому-то интересно. Кому-то просто интересно. Я поняла, что меня просто слушать. Также всегда извиняюсь, девочки, за некоторые допущенные ошибки. Вот. Потихонечку возвращаюсь в строй. Скоро обязательно будет фикс прайс. Так что подписывайтесь на мой канал. Обязательно, обязательно пишите комментарии. Поддержите, ставьте лайки. Можно дизлайки. Всем до новых встреч и всем пока-пока.